всем привет мои хорошие с вами я кеймери и у нас очередной мукбанг я заказала бургер но немножко помялся при транспортировке и он выглядит не очень но что он очень вкусный я уже пробовала у них бургеры здесь у нас картошка фри наггетсы наггетсы не настолько вкусные но просто здесь сет все продавалось вместе очень крутой вот такой соус если можно было исключить оттуда наггетсы я бы с удовольствием это сделала и у нас здесь домашний душе паре в тарелке который я покупала пару влогов назад если вы постоянно смотрите мои видео кстати если вы постоянно смотрите мои видео буду признательна каждому кто подпишется если все равно пишите комментарии ставите лайки как можно обходиться без подписки порадуйте меня лайком и подпиской здесь у нас сушеная мята душе пара вместе сушеной мятой получается очень вкусно но просто горячая я не очень люблю когда еда прям горячая мне не комфортно ее кушать плюс у меня зубы очень чувствительные поэтому немножко подождем здесь у нас барни две штучки тоже решила положить в холодильнике было и если вы тоже кушаете то вам приятного аппетита и давайте приступим где-то кстати новая помада какой соус вкусная который я купила от вивен сабо мне кажется на мукбанке как-то слишком темно смотрится еще плюс наслоила но в жизни как-то получше на мукбанках мне нравится помады более светлых оттенков они когда даже стираются не так критично все выглядит обожаю именно вот эту водичку от душе пара обычно прям обильно посыпают мятой но я люблю совсем чуть-чуть вот так вот иногда даже добавляю сюда же наш раб у меня наш раб вообще универсальная вещь под все везде задействован наш раб рассказывайте как ваши дела как проходит осень смотрел дом 2 смотрю ребята в бассейне плавают неужели у вас настолько жарко что уж можно даже в бассейне плавать насколько я знаю это бассейн вроде без подогрева значит москве настолько жарко пишите как у вас там погода я завтра иду на свадьбу про которые вам рассказывала день рождения свадьба в один и тот же день поэтому я решила на день рождения идти а пойти на свадьбу некоторые мне писали что и туда и сюда можно успеть но в таком случае мне кажется я бы не успела никуда вообще я считаю что уходить со свадьбы раньше времени это дурной тон однажды я была на такой свадьбе и люди просто пришли подарили деньги буквально через три часа ушли с мероприятия и выглядело это как-то не очень красиво на самом деле то есть вот жених и невеста еще сидят а столы уже все пустые поэтому я отсижу до конца мне почему-то уверена что это свадьба будет очень интересная для свадьбы моей одногруппницы я такой человек если он что-то делает она делает хорошо мне кажется там будет очень интересно всякие шоу программы я вообще не в курсах но я просто так чувствую я вообще думала что у нее уже свадьба прошла потому что у них был загс я в инстаграме видел как она в белом платье небольшая такая вечеринка на свежем воздухе летом сейчас просто многие с каждым годом все проще и проще относятся к свадьбе то есть если раньше где-то лет десять назад все собирали всех родственников всех коллег сейчас уже люди не хотят этого всего собирают только самых близких недавно вот садов подружка замуж уходила они вообще в европейском стиле сделали вечеринку на берегу моря уехали с мужем отдыхать в европу и собственно говоря все пригласили только с самых-самых близких и зная свою однокрупницу я почему-то ожидала от нее что у нее будет что-то наподобие я в инстаграме увидела что там после загса они пошли отмечать я думал собственно говоря на этом наверное свадьба закончилась но нет оказывается в ресторане по традициям как у нас всегда бывает будет свадьба причем в очень классном ресторане короче завтра это все пройдет но влог наверное выйдет послезавтра или через пару дней потому что я стараюсь выпускать мукбанг влог поочередно старалась я одно время снимать только мукбанги я не знаю почему это я смотрю на свой канал мне почему-то кажется что без влогов как-то скучно я даже опросник устроила у себя в инстаграме несмотря на то что влоги у меня набирают меньше чем мукбанги причем значительно меньше где-то в два раза меньше все равно без влогов как-то скучно например я вам что-то рассказываю а во влоге я вам это показываю не у всех же есть инстаграм есть одна дурацкая черта с которой я постоянно борюсь я постоянно повторяю одно и то же я не помню что я про это говорила и говорю опять мне в комментариях часто об этом пишут я сама тоже за собой это замечаю ну вот но когда я например в инстаграме что-то говорю а потом стараюсь не быть попугаемой здесь не повторяю то же самое некоторых это обижает и многие говорят ты это делаешь специально чтобы привлечь людей в свой инстаграм но как вы видите в инстаграме у меня реклама бывает крайне редко поэтому если вы думаете что я хочу привлечь вас в свой инстаграм чтобы потом продавать рекламу ну не знаю бургер честно очень вкусно но для меня кушать просто бургер это как-то сухо я люблю когда бургер и рядом какой-то супчик я один раз кушала эти бургеры с грибным супом это было невероятно вкусно хотя бургеры сочные не такие как в маке здесь у меня еще чаек у меня для свадьбы вообще ничего не готово то есть я не купила платье я не нашла обувь у меня вроде должна быть обувь у меня нет какого-то клача насчет макияжа у меня подружка помните с которой я ходила на барби и снимала для вас шоц ролик в общем она мне говорит приходи ко мне я тебя накрашу я тебя уложу у нее есть специалист по волосам ну вы знаете такая ленивая попа мне проще за эти услуги все заплатить лишь бы пришли ко мне домой все это сделали либо я спустилась вниз внизу где-то это сделала но для справедливости ради надо сказать что действительно Нормина профи в этом деле она также и обучает и делает очень крутые макияжи короче посмотрим когда утром встану все зависит от моего настроения от настроя от антенны обожаю чай ну и здесь кола еще кола была просто в сете однажды я была на свадьбе старшего брата Бабаша Бабаша это друг детства мой которого я вам вроде как показывала во влогах когда была в деревне очень много про него рассказывала в общем лет 8 назад у Бабаши женился старший брат Бабаши получается средний брат Бабаши кстати старше меня на 5 лет по-моему на 5 в общем его старший брат женился очень-очень рано и у него была свадьба настолько пышная настолько много людей было впервые я видела в деревне настолько масштабную свадьбу просто у Бабаши мама она очень общительная мне кажется в деревне она ни с кем не ругается то есть у нее просто замечательное отношение абсолютно со всеми она вообще классная мне она нравится по характеру вообще супер и в общем она например ее кто-то зовет на свадьбу она обязательно ко всем идет на свадьбу поэтому у нее круг общения просто огромный вот у меня мама всегда говорит ты блогер у тебя должен быть большой круг общения а у меня за общение только кот так вот мама Бабаши это вообще вообще мне нравится их пара и муж и жена они классные и в общем первая свадьба у них на дворе но они уже лет 10 уже ко всем ходят на свадьбы не потому что чтобы пригласить к себе вообще она любит подобные мероприятия везде участвует даже в похоронах моей бабушки она очень много помогала за что ей огромное спасибо и в общем я когда зашла к ним в гостиную там стоял огромный стол и вся поверхность стола вот так вот была заполнена пригласительными на свадьбу бумажные пригласительные обычные сейчас все отправляют электронные это были бумажные и ручкой нужно было написать имя там кто приглашается семью или песни это наверное где-то 5000 было этих пригласительных весь стол завален за столом сидит парень который пишет эти пригласительные у него уже ручка каждый раз заканчивается он кидает эту ручку в ведро в ведре уже наверное где-то 300 ручек которые уже закончились паста закончилась я когда увидела эту картину я была немножко в шоке я говорю бабаше вы что весь Азербайджан пригласили он сказал нет просто пригласили всю нашу деревню все соседние села и полбоку и собственно говоря все я говорю зачем так много он такой говорит ну мы пригласили не факт что все они придут логично логично и на следующий день или не на следующий короче через пару дней свадьба и вы не поверите все пришли мне кажется если бы в то время был популярен тикток весь тикток был бы заполнен этой свадьбой короче было такое ощущение что все люди которых пригласили пришли абсолютно все и пришли еще захватив своих родственников каких-то машин было настолько много что у нас во дворе машины там не знаю у соседей во дворе машина я думала в этой каше будет не весело но было настолько круто настолько весело после этого у нас на улице на улице на которой мы живем еще было очень много свадеб но мне кажется это запомнилось просто всем естественно все кто приходит обязательно в порядке дарят деньги мне кажется можно было на этой свадьбе навариться и купить гелик у нас столько много людей было они кстати до сих пор вместе слава богу все у них хорошо им уже построили отдельный дом они живут уже не с бабашем короче все замечательно но уже когда мама бабаша делала свадьбу уже для второго своего сына она настолько пышную не делала мне кажется наверное она не ожидала что столько людей действительно придут но я сама тоже не ожидала сейчас уже с каждым годом все проще и проще делают свадьбы я замечаю думаю тут зачем собирать народ душе пора была очень вкусная ну на самом деле это зачем собирать народ потом к этим людям тебе тоже надо будет пойти на свадьбу подарить денежку это все как бы твои долги в дальнейшем так скажем если человек пришел к тебе то ну как бы по правилам этикеты у нас ты обязательно должен сходить и на его мероприятие вот я завтра иду на свадьбу к своей одногруппнице она ходила мне кажется ко всем на свадьбы то есть у нас там параллельные группы наши группы у кого там ребенок родился у кого-то женился мне кажется она ходила абсолютно ко всем но всех она к себе не пригласила она пригласила выборочно там пару человек и все то есть уже так пышно не делают кто-то просто расписывается едут куда-то отдыхать правильно делаются это не странно говорят то есть свадьба один раз в жизни и так далее я лично не сторонник супер пышных свадеб тем более приглашать весь Азербайзен на свадьбе брата бабаша его бабаша иногда спрашивала а это кто а тот кто и каждый раз бабаша мне говорил а я откуда знаю кто это я говорю ну если мама пригласила наверное ты знаешь понятия не имею вот эти наггетсы мне не очень у них нравятся они какие-то супер жесткие не сравнятся просто с маковскими маки это просто шедевр короче на свадьбу я поеду на своей машине давайте на десерт еще один барни барни я полюбила после альбиночки моя племянница когда была маленькая она очень любила барни и всегда ей покупали вот такими коробками и она постоянно его кушала потом подсадила на меня подсадила на меня короче у меня ничего не готово где находится этот ресторан не знаю в чем я пойду не знаю но сегодня я собираюсь разбирать свой шкаф надо убрать все летние вещи и вместо них повесить зимние и вот как раз таки разбирая этот шкаф мы наверное с вами определимся в чем же я пойду завтра на свадьбу как раз я вам буду снимать показывать как я это все разбираю кладу на места вот поверите вы или нет вчера вечером я просто шла на свой канал я пересматриваю свои влоги не мупанки а именно влоги один из которых был снят сравнительно недавно но смотря его на меня так нахлынула прям ностальгия смотря этот влог у меня было такое ощущение что я как бы вернулась назад на три месяца назад в тот период к своим мыслям переживаниям и так далее то есть для меня как бы мой блог даже по большей части знаете не то что работа заработок это как бы мой личный дневник возможно какими-то переживаниями например я с вами не делюсь но я-то помню что у меня в голове было в этот период какая каша была какой хаос у меня в голове был на тот период когда я снимал тот или иной влог в детстве я писала дневник в последнее время у меня в телефоне есть заметки где я поставила пароль и тоже пишу какие-то свои переживания а потом через несколько месяцев я читаю эти переживания и понимаю насколько же это была ерунда из-за которой я действительно запаривалась на этом все мои хорошие огромное спасибо что досмотрели это видео до конца то есть пора была реально очень вкусный бургер тоже наггетсы ну такое себе честно они вообще очень жесткие я такой не люблю всех люблю с вами была Айка пока